МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Толерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. До початку датарминового голосования на выборах депутата у палаты представников национального схода яща маль два тыдни. Але уже зараз практически усе размещенные на Гомельщине участки готовы до работы с насельництвом. Тут створены кутки выборщиков, где можно ознайомиться с основными законодавчими актами и биографиями кандидатов. Активность выборчай кампании оценил Алексин Серову. Згодно с започненными даденами областной комиссии по выборах депутатов палаты представников, от дальнейшей боротьбы на Гомельщине выросли 7 зарегистрованных претендентов. Одна из мягчимых причин – великая конкуренция. Таким чином, выборчую кампанию у регионе притягивают 67 человек. Это прикольно 4 претендента на один депутатский мандат. Выборчий участок номер 4 Гомельской новобельской выборчей округи разместился на территории предприемства Гомельщик-Палеры. Основное голосование пройдет в помешкании столовой, а для детерминового отвели один с покою административного отдела. Сегодня тут можно ознайомиться с усими документами, у ответственности, за якими будут проходить выборы, а так само биографиями кандидатов. У Гомельской новобельской округи их 4. Кандидат биологичных навук, генеральный директор товариства, депутат палаты представников попереднего скликания и юрист-консульт. Самому старейшему 66 годов, молодшему 34 годы, с 26-го жнивня на участку пошлось постоянно дежурить члены комиссии. С 26 августа каждый избиратель, не только нашего участка, и на других, могут ознакомиться со списками, посмотреть, есть ли он в этих списках, ознакомиться с материалами по выборам, которые представлены в уголке избирателя. В данном случае у нас все это готово, и Конституция, и избирательный кодекс, и все материалы, кто входит в состав окружной избирательной комиссии, участковой, график работы, все идет согласно законодательству. За выключением одного кандидата, который провел встречу с опросовным коллективом, особливой активности претендентов на 4-м выборчем участку Гомельской новобельской округи поколь не означается, как, до речи, и в других округах. В усеяким разе убачить пикеты кандидатов на улицах Гомеля поколь достатково проблематично, хоть плакаты некоторых претендентов уже заявились. Верогодней за все, самой расповсюдженной и эффективной формой агитации в частности этой выборчей кампании станут миновиты особистые встречи с населенцем по месту праце и жихарством. Всю необходимую информацию о потенциальных депутатах представить и на выборчем участку номер 11 Гомельской центральной выборчей округи, який находится в будинку Державного колледжа мастерства имя Соколовского. Основное голосование тут будет проходить у фойе учебного корпуса для детерменового, а два лей наставницкий покой на пешем поверсе. Кажуть, что такое местознаходжение не будет створать перешкода для научального процесса, для того, что это зручно для людей с зубежаванными махчимостями. До работы с выборчиками на участках у вогули рыхтуется грунтовно. Члены комиссии не только отремали специальные памятки, за ними проводятся еще и регулярные тренинги, на яких разглядаются усе махчимые ситуации. Избиратель хочет проголосовать за своего родственника. Что обязаны члены комиссии делать в этом случае? Если приехал человек из другой области, обязаны ли члены комиссии его выдать ему бюллетень и каким образом поступить в этой ситуации? Если люди не могут проголосовать на избирательном участке, как мы действуем в этом случае? То есть приехать должны мы домой, нанестить этого человека и поработать. Ну, это различные ситуации, которые могут случиться на любом участке избирательном. Олег Сентяров, Валерий Капанько, Телерада Компания Гомель. Сегодня работники органов державной статистики означают свое профессийное свято. У 1920-м годе, минавито в этот день, Войсковый революционный комитет Беларуси принял решение об створении у Советской Республики Центрального статистического бюро. Про 74 годы оно было реорганизовано у Министерства статистики и анализу Республики Беларусь. У 2008-м годе переименована у Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Без статистики немогчимо отримать реальную оценку социально-экономичного становища региона и краины, примать правильное управленче решение, вызначить стратегию и тактику дальнейшего развития. В управлении работают настоящие профессионалы своего дела. И те цифры, те данные, которые мы собираем, обрабатываем, обеспечиваем их конфиденциальность и хранение, и потом представляем в виде различных докладов, в виде различных сборников органам власти для принятия управленческих решений, они являются очень важными. В этот день хочу пожелать своим коллегам, ветеранам статистики, мира в доме, здоровья, счастья, успеха во всех делах, ну и, конечно, профессионального роста. Лепшого кинолога Беларуси вызначают у Гомелли. 17-й открытый чемпионат внутренних войск по службовым шматборье собрал специалистов с Беларуси и России. Их службовые собаки повинны продемонстровать навыки огульного курса дрессуры, основ следопытства, проверки по мешканию и свою психологичную устойливость дострелов. Явген Пабалавец расскажет больше подробязно. На споборнесты у Гомелли приехало 47 спортсменов-кинологов. Это войсковцы внутренних войск, представники силовых структур Республики Беларусь, а также федеральная служба выконания покараний у Российской Федерации. Усягод 10 команд споборнесты проходят в четырех номинациях по пошику наркотичных и психотропных сродков, выбуховых решивов и криминальных похований. Александра Андерова-Бяньковская разом с Ермесом немецкой аучаркой приехала на споборнесты из Могилёва. Кожное выступление – соправданный стресс, как для хаспадара, так и для аучарки. Шмат людей, иншие собаки побышь, новая дистанция. Любая дробисть может уплывать на выник. Полосу он прошёл хорошо, но на общаке можно было бы лучше, но так, как есть. Я изо дня в день занимаюсь постоянно собакой. Нет такого. Либо общий курс. Понятное дело, что он каждый день, то есть послушание. Это хождение рядом, сидеть, лежать, стоять, голос. То есть это изо дня в день мы это делаем. Специалисты-кинологи до своих адаванцев относятся, как до детей. Валерия Перобаскина с бальгийской аучаркой Фёдором навод живут под одним дахом. И он таки ж член семьи. Як выник неодноразовые перемоги в номинациях по пошуку злачинцу. У Гомель проехали у першиню. Алименты такие же, как были раньше в войсках, в принципе. Довольно-таки сложные. В принципе, всё доступно, всё реально. В Беларуси нравится. Очень чисто у нас. Хорошая организация. Нравится очень. Сегодня в Беларуси налишивается коля тысячи кинологов. У Российской Федерации только у службы выконания пока ранее. Працует больше к 10 тысяч. Обмен в опытом стал уже доброй традицией. Служба не стоит на месте. Развивается. Развивается и техника, и технические средства. Развивается и методика, тактика применения. Поэтому каждый год мы что-то новое видим. Берём себе на вооружение. Это как полезно и принимающая сторона. В прошлом году ваша команда принимала участие в наших соревнованиях. В этом году с ответными визитами мы приехали. Поэтому, я надеюсь, мы много нового почерпнём. В прошлом году наши сотрудники Департамента охраны и спецпродавления «Алмаз» принимали участие в межрегиональных соревнованиях Юга России на базе Ростовской школы службы на Ростовском сопоководстве. Из 23 участников по курсу поездных всех веществ сотрудник «Алмаз» занял первое место. По общеркновому профилю сотрудник Департамента охраны из 27 человек занял второе место. Но я думаю, что уровень говорит сам на себя всё-таки. На наступный год команда с Беларуси примет дело с поборненствах у Архангельску. Команда с трех человек попробует снова подтвердить свой высокий профессийный узровень. Явген Паблавец, Максим Славян, Телера до компании «Гомель». Глядите, сегодня у вечернем эфире телеканалу «Беларусь-4» новый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Гости студии – компетентные эксперты у сферы адукации. И это, сразумело, за всем худко наступить новый научальный год. Отказный перед не только для системы адукации, а и для каждой семьи, где есть дети. Этот вечер будет присвечен размове об подрыхтовке до школы, организации научального процесса, проблемах и достижениях Галины. Как сделать находление у научальной установки интересным и безопасным? Как наткнуть первоклассника на рабочий лад? Про это не только в программе «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19.30 на «Беларусь-4». Купание детей и дорослых обмежевано у 32 зонах отпочинка Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У Гомельской области говорка, где прараку Припять, до речища Мирлявецы у Мазыры. Детям купаться не рекомендуется у 12 зонах отпочинку. Гэта тычится пляжу «Каскад-2» у Гомелі, пляжа у на Припяті у Наровлі, городского пляжу на Дняпры у Речицы. До речи, специалисты санитарно-эпидемиологичной службы за минулый тыйдень обследовали амаль 400 зон рекреации. На 23 з них установлены порушения санитарных нормов, правилов и гиеничных нормативов. И опошнее. Глядите сёня на телеканале «Беларусь-3» черговые передвыборные выступления кандыдатов у депутаты Палаты Протставников Национального Сходу Республики Беларусь шостого скликанья. С 19.01 до 19.30 у эфиры выступления кандыдатов по Хойницкой окрузе номер 47. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандыдаты по Калинковицкой окрузе номер 41. Нагадаем, выступления выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова